Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами разговариваем о шпалерах для винограда. Многие спрашивают, как делать, чего лучше делать, какие расстояния. Вот сегодня мы с вами об этом поговорим. Первый, самый важный момент, который я бы хотела вам озвучить, это то, что шпалеры могут быть абсолютно разные. Конструкции могут быть разные, материалы могут быть разные. Кто-то использует деревянные столбы, кто-то использует железобетонные столбы. Есть в продаже специальные шпалерные столбики, крючочки, все это сделано. Мы делали сами сварные конструкции. То есть вариантов превеликое множество. Какой из этих вариантов использовать, все зависит от ваших возможностей. финансовых возможностей, доступа к определенным видам материалов. То есть тут нет правильного варианта. Все варианты хорошие, но сегодня я покажу, какие шпалеры у нас. Значит, у нас это сварные конструкции, столбы, столбы разной толщины. То есть есть и такие вот, десяточка квадратная труба. Есть потоньше. Ну, как говорится, какие были материалы, такие мы и использовали. Дальше вот такая рамка, которая приваривается уже за эту рамку. Непосредственно просверливаются отверстия, подвязывается проволока. Для чего эти рамки? Дело в том, что ввиду того, что у нас достаточно мало места, шпалеры мы используем доплоскостные. Мы сделали шпалеры высокие. Наш шпалер, наверное, высотой метра два с половиной. Максимально, чтобы была зеленая масса и растению было из чего создавать сахара. Но такие высокие шпалеры делать абсолютно не обязательно. Можно сделать вот до расстояния вашей вытянутой руки, чтобы вам было удобно эту шпалеру обслуживать, чекранить виноград. Мы специально, то есть делали высоко. У нас есть специальная тележечка для того, чтобы туда наверх залазить. Но делать это не обязательно. Именно для этого сделана рамка, которая просто поднимает всю эту конструкцию выше. Вот, смотрите, заканчивается столб и еще на полметра вот эта рамка. То есть мы сделали таким образом. Можно сделать, например, каким-то другим. Например, если не надо вот такое повышение высоты, либо есть какой-то недостаток материалов, можно просто приваривать какие-то металлические уголки, труба, то, что есть. Вот так, да, к столбу сверлить там отверстие, ну, либо даже просто на эти уголки накручивать проволоки. Сразу возникает вопрос, какое здесь расстояние, конкретно в данном примере здесь по низу 46 сантиметров. Можно делать и немножко больше. И кверху конструкция эта несколько расширяется. Вместе вот этой вот планки у нас уже 65 сантиметров. Есть возможность, можно сделать еще чуть больше. Вот здесь, видите, столбы уже попроще. Квадратная труба, закупанная не в землю на метр, забетонированной. То есть, эта конструкция максимально крепкая, максимально надежная. А делать ли настолько надежно, тоже это уже ваше решение, ваше право. Ну, вы учитываете то, что с одной стороны столбы могут стягиваться проволокой, ну, вот здесь у нас стоят укосины для этого. И с другой стороны, когда у вас уже начинает расти виноград, возникает большая парусность. Соответственно, если у вас где-то там поле, сильные ветра, то вы должны это предусмотреть, потому что проще сделать сразу хорошо, чем потом все это чинить. Почему здесь именно такая конструкция шпалеры? Потом я еще покажу и другие варианты. Смотрите, у нас между столбами внизу натянута проволока. Вот сейчас хорошо видно, именно на ней лежит укрытие. То есть, это тоже удобно. Если бы мы, например, рамку делали снизу, либо ставили два столба, покажу потом, о чем идет речь, то для укрытия нам надо было бы ставить дужки. Это тоже определенный расходный материал, время на то, чтобы эти дужки поставить. А так мы один раз натянули проволоку и дальше спим спокойно. Все, на эту проволоку вешается укрытие. Это что касается двуплоскостной шпалеры. Вот у нас шпалера отноплоскостная. Здесь все гораздо проще, любой столбик. В данном случае у нас швеллер. В ряд просверлено отверстие, натянута проволока. Ну, и поверху там пустили поперечку тоже, чтобы не стягивалось. Можно сделать укусин, это уже как кому удобно. Ну, а здесь самый простой вариант одноплоскостной шпалеры, если мы ее используем где-то у каких-то зданий, либо сооружений. Просто прикручен уголок. Вот это расстояние от стенки до края. Здесь 25 сантиметров. Можно сделать чуть больше, если есть такая возможность. И сразу скажу тем скептикам, которые считают, что вот так вот виноград садить ни в коем случае нельзя. Он будет разрушать дом. Ничего не разрушает. Мы его не пускаем на самотек. Мы его аккуратно формируем, аккуратно подрезаем, убираем пасынки. И все здесь нормально. На наш век этого дома точно хватит. Несмотря на то, что вот так вот мы садим близко возле него виноград. Касательно проволоки. Мы используем оцинкованную проволоку. На нижний ряд пускаем толщину 3 миллиметра. Дальше можно пускать и двоечку. Кто-то снизу вообще приваривает арматуру. Ну, в принципе, опять же, все зависит от ваших возможностей, от вашего доступа к материалам и всему остальному. У нас проволока в 3 миллиметра прекрасно выдерживает вот эту нижнюю нагрузку. Расстояние от земли до первой проволоки. У нас порядка 50 сантиметров. Ну, если вам, например, удобно, вы бы хотели сделать чуть выше, можно сделать чуть выше. Ниже не стоит, а чуть выше вполне. И такая шпалера, она предназначена для веерной формировки. Если у вас формировка штамбовая, там немножко будет другое расположение проволоки. Вторую проволоку можно размещать расстояние между проволоками. Вторая и третья. Вот в данном примере размещены через 25 сантиметров. Можно хотя бы вторую разместить вот так на коротком расстоянии. А уже дальше, выше, размещаем где-то через полметра. Дело в том, что молодые побеги винограда, они хрупкие, они легко ломаются ветром. Поэтому между первой и второй проволокой вот такое небольшое расстояние. Но дальше его можно увеличивать. В зависимости от конструкции шпалеры, проволока может закрепляться по-разному, натягиваться по-разному. Где-то там, повторюсь, на шпалерных столбах могут быть специальные какие-то крючки, за которые что-то цепляется. На железобетонных там, если ничего нет, может быть надо привязывать. Но у нас все просто. Просверлены отверстия. И вот на таких вот болтах закрепляется проволока. При этом, если надо, мы в любой момент можем эту проволоку подтянуть, чтобы она не провисала. Вроде бы мелочь, но достаточно удобная в обращении. Еще один пример, одна плоскостная шпалера. Черные столбы. Дерево здесь потом уберется. То есть просто труба. Здесь даже мы отверстия не сверлили. Здесь сделаны крючки для проволоки. Пока что натянут трос, все это будет меняться. Но вот тоже как пример, какая шпалера может быть. Вот вариант двух плоскостей, о котором я вам говорила. То есть центральный столб и приваренные уголки, уже на которых будет крепиться проволока. Еще один вариант двуплоскостной шпалеры. Просто трубы в два ряда. Между собой они скручены, потому что сварка здесь невозможна. Потом скручены по низу, скручены по верху. Вот такая конструкция. В ряду расстояние между трубами, вот это вот ширина, порядка 60 сантиметров. Здесь расположение шпалеры север-юг. Мы решили сделать пошире. Место позволяет. И в данном случае, то есть проволоку пока что еще не натянута, можно будет либо просверлить отверстие и пропустить ее, либо вариант второй, просто обернуть вокруг этих столбов. То есть здесь уже вариантов может быть несколько. Ну, в принципе, вот в этих перемычках тоже по центру можно просверлить отверстие, натянуть проволоку. И эта проволока нам будет служить для зимнего укрытия. И в завершении напоминаю, что конструкции шпалер может быть много, различных материалов. Также могут быть использованы различные. И выбирать только вам. Здесь нет каких-то правильных, либо неправильных. Есть то, что вам подходит по вашим возможностям, по удобству обслуживания, либо по каким-то еще другим причинам. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!